Как нарисовать Сайгака. Мастер-класс и ответы на вопросы. С Юлиусом Ксатани и Ольгой Есиповой из Альянса по сохранению Сайгака. Доброе утро всем! Это Оля из Альянса по сохранению Сайгака. Сегодня мы проводим впервые совершенно новое и захватывающее мероприятие. Мастер-класс по рисованию, посвященный нашим любимым антилопам, Сайгакам. И я с удовольствием представляю вам нашего специального гостя доктора Джулиуса Кшутани. Джулиус – иллюстратор, работающий в жанре естественной истории и биолог. Он не только доктор философии и естественной истории, но и художник, создающий замечательные работы для книжных изданий, музеев и научных организаций. Он действительно вдохновляющий художник, и я думаю, можно сказать, что динозавры и другие доисторические существа – его специализация. Однако круг интересов Джулиуса в сфере дикой природы очень велик, поэтому сегодня он у нас в гостях. И все мы, любители природы, сможем создать сегодня наше собственное изображение Сайгака под его руководством. Давайте поприветствуем доктора Джулиуса, предоставляю ему возможность рассказать о себе. Благодарю вас, Оля, за добрые слова и возможность провести этот мастер-класс по рисованию. Я счастлив быть причастным к опуляризации сохранения Сайгак. Это замечательно. Это так волнительно. Благодарим вас за уделенное время и креативность. Всегда к вашим услугам. Всегда приятно видеть деятельность по распространению информации о находящихся под угрозой животных, нуждающихся в помощи. Итак, меня зовут Джулиус Кшутани, я биолог и художник, тематика моих иллюстраций – естественная история. Я зарабатываю на жизнь, делая проекты с учеными, музеями, издателями книг и другими организациями, визуализируя животных и объекты естественной истории. Хочу показать вам слайды, на которых показаны примеры того, что я делаю, просто чтобы у вас было представление о том, как выглядят мои работы. Сейчас я расшарю экран. Это очень интересно. А как долго вы этим занимаетесь? Сначала это было моим хобби. Я рисую столько, сколько себя помню. Зарабатывать же таким образом я начал в 2005 году. Да, это очень интересная работа. И благодаря ее специфике у меня были разные захватывающие приключения во время участия в самых разных проектах. Вот одна из моих иллюстраций для сферы охраны природы и просвещения в этой области. И такие проекты реально работают. Как я уже говорил, по специальности я биолог. Я работал микробиологом и изучал микроорганизмы, обитающие в гидротермальных источниках глубоко в океане. Это очень интересные экосистемы, населенные крайне необычными и разнообразными формами жизни. Помимо этого я изучал доисторических монстров, проблемы в этаповании мхов в Альберте, в Канаде, а также очень интересные муталистические взаимодействия между растениями и их опылителями. Да, много разных интересных вещей. А сейчас я делаю иллюстрации для ученых, например, оформление для пресс-релизов, рисунки для статей. Мои иллюстрации попадают на обложки журналов, выпуски новостей. И вот примеры иллюстрации для пресс-релизов. Хороший визуал помогает привлечь внимание. Я также работаю с музеями, иногда создаю настенные росписи с изображениями доисторических животных в натуральную величину. В основном доисторических. Как вы правильно отметили, это в каком-то смысле моя специальность. Вот еще один пример такой росписи для новой выставки в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне. Это действительно огромная роспись. Также я очень много занимаюсь книжной иллюстрацией. Одна из моих любимых работ в иллюстрации – оформление детских книг. Мне кажется, очень важным иметь возможность увлечь детей наукой, миром природы. Тогда завтра из них вырастут ученые, ответственные граждане, люди, которые будут заботиться о планете после нас. Это очень важно. И вот поэтому я так люблю этим заниматься. Вот примеры разных детских книг. Это о разных насекомых. А это вот акулы. А вот это новое выходит в этом году. Киты, дельфины и морские свиньи. Также я делаю иллюстрации для почтовых марок, но это необычный для меня проект. Мы делали иллюстрации для него с женой. Также у нас был коллаб по созданию рисунков для коллекционных монет. Ну и еще я делаю листы раскраски с изображением охраняемых видов животных. Лист с айгаком у меня тоже есть. Это классный интерактивный способ привлечь внимание детей к видам животных, нуждающихся в охране. Вот пример работы, сделанные в поддержку одного из самых уязвимых охраняемых видов морских животных. Еще один путь использования иллюстрации для охраны природы, которые я использую, — благотворительные сборы. На таких мероприятиях я рисую картину за один вечер и продаю ее. Полученные средства отправляются фондом, занимающимся охраной природы. Вот примеры таких работ, выполненных в поддержку Sierra Club. Вот еще один хороший пример способа привлечения внимания к проблеме охраны природы с помощью рисования. Думаю, пора начинать. Итак, давайте рисовать с айгака. Кстати, как правильно произносить? Сайгак или сэйгак? Сайгак. Ага, хорошо. Просто хотел узнать, как правильно. Итак, я собираюсь... Лучше всего, если вы сейчас находитесь дома, возьмите листок бумаги. И если у вас есть под рукой пишущие при натяжке разного цвета или жесткости, карандаш или ручка, лучше всего использовать два разных цвета, если есть возможность. Для начала, в более светлом тоне, я нарисую вспомогательные формы, которые помогут нам правильно отобразить размеры и формы разных частей тела животного, и после этого приступлю к более детализированной прорисовке более темным цветом, или, например, не карандашом, а ручкой или чернилами. Это самый простой вариант. Сам я буду рисовать на графическом планшете, и изображение будет выводиться напрямую в файл на компьютере. Вы же сможете легко сделать то же самое с помощью обычных карандаша и ручки. На листе бумаги А4, хотя размер здесь не так важен. Итак, я начну с расчаривания моего экрана и открытия необходимой программы. И вот мы видим, сейчас вы должны видеть мой экран, вот страница, на которой мы будем работать. Оля, если вдруг вы перестанете видеть изображение, или необходимо будет остановиться и объяснить что-то подробнее, дайте мне знать. Класс! Давайте начнем. Начнем рисовать портрет Сайгака. Мне очень нравятся эти антилопы, они мои любимые. У них такой прекрасный, глуповатый вид, благодаря специфическому носу. Кроме того, мы должны узнать что-то новое и интересное об этих животных. Мы с Волей будем рассказывать о них. Я нашел очень много интересных пактов об этих животных, которые были открыты учеными. Сейчас я выберу два цвета. Чтобы было проще, я буду рисовать контур черным, а детали красным. Используя для них два разных слоя, для того, чтобы легко можно было выключить один из них и посмотреть на другой отдельно. И чтобы вам было удобнее различать их на экране. Итак, прежде всего, я иду сюда и выбираю нужный мне слой. Теперь мы должны выбрать инструмент для рисования. Вот как он выглядит. Это будет первый цвет, а потом я возьму черный. Итак, для начала нарисуем овал. Итак, для начала нарисуем овал в нижней правой трети листа. Вот примерно так. Это нормально, если у вас получилось что-то в этом роде. Это пока не очень похоже на сайгаков, все в порядке. Теперь мы должны обратить внимание на соотношение размеров частей тела и их взаимное расположение. следующее, что мы нарисуем, нос животного. Да, пока не очень похоже. Снова используем овал, яйцевидную форму. Посмотрим на эти два овала и представим облик животного. Следующее, что мы нарисуем, орбиты. Отверстия в черепе, где располагаются глаза. Одна из отличительных особенностей сайгака и других травоядных животных, обитающих на открытых пространствах, по-настоящему большие глаза, довольно сильно выступающие по бокам черепа и обеспечивающие таким образом стереоскопическое зрение, позволяющее смотреть практически в любом направлении. Это очень важно, так как хищник может подкрасться с любой стороны, в то время как жертва питается, поэтому она всегда должна быть на чеку. Итак, здесь нарисуем контур глаза. Мы смотрим на животное преимущественно сбоку. Взгляд сайгака направлен влево, это станет очевидно позже. У сайгаков очень массивные глазные орбиты. И вот за олей висит изображение сайгака, и там это хорошо видно. Теперь внутри круга изображающего глаз проведем линию и изобразим века животного. Сайгаки немного похожи на коз и даже состоят с ними в некотором родстве. У них такие немного испуганные глаза, так расположены зрачки и веки, что обеспечивает очень хороший обзор. Теперь на противоположной стороне, так как это животное развернуто к нам не полностью боком, мы можем видеть орбиту второго глаза. little bit pointed toward us, but mostly from the side. So we're still going to be able to see the bulge of where the eye would be on the other side of the animal. So that's what we're doing here. We're going to make this kind of potato shape as well on that side. This. Actually, it doesn't even have to go any further than that. Так, на самом деле продолжать, как я, пунктерные линии не обязательно. Что важно, так это вот этот оторожный край. Теперь нос. Мне кажется, это самая прекрасная часть сайгака. Это восхитительный нос. У других антилоп такого нет. Итак, нарисуем впереди небольшой яйцевидный контур, как-то так. И у них реально огромные ноздри. А между ними такая плоская зона, которая напоминает по форме книгу. А вперед выдается этот огромный нос. Я собираюсь соединить это маленькое яйцо с большим яйцом, изображающим нос. Вот эта линия от вершины маленького яйца. Таким образом, мы соединим кончик носа с ноздрями и его основной массивной частью. И еще я сделаю заднюю часть головы более угловатой снизу. Наш первый овал, там, где должна быть челюсть. Как-то так. Вот теперь это похоже на линию челюсти, задние ее части. У этих животных она не такая круглая, как мы рисовали сначала. Более угловатая. Так мы постепенно находим нужную нам форму. Теперь ноздри. Это одна из главных отличительных черт цайгака. Действительно огромные ноздри по сравнению с другими ротственными антилопами. Сейчас мы будем рисовать ноздри на переднем крае носа. Наименьшем яйцевидном контуре, который мы нарисовали. Нарисуем два небольших полуовала. Один тут, один здесь. В принципе, такие ноздри встречаются, например, у свиней. Но они устроены совсем по-другому. Ноздри цайгака гораздо более открытые и крупные, чем ноздри других животных с похожим мясистым носом, например, свиней. Оля, расскажи нам, пожалуйста, зачем это нужно? Такой огромный нос и ноздри. Да, это одна из главных особенностей цайгака. Она обусловлена несколькими причинами. Во-первых, адаптация к климатическим условиям места обитания. Проще говоря, они живут в условиях экстремальных температур. Летом становится очень жарко и воздух очень пыльный в это время года и такой нос нужен, чтобы фильтровать. Кто-то думает, что у цайгаков фантастическое обоняние, но это не так. Это просто приспособление для фильтрации воздуха. Однако зимой температура становится экстремально низкой и тогда они используют нос как нагреватель. это очень классная черта этих животных, умение приспосабливаться к таким разным условиям обитания. Другая интересная особенность этого носа то, что во время брачного периода он увеличивается, благодаря чему животное, самец в данном случае, выглядит привлекательнее и крупнее. Так что с этим носом происходит много забавных вещей. О, очень интересно. Фантастика, как животные эволюционируют, чтобы приспособиться к разным условиям обитания. Что привело к формированию признаков, помогающих им выживать, часто так хорошо заметных. Конечно, они заметны не всегда, например, особенности ферментов или физиологических процессов мы так просто не увидим, но это очень классный пример хорошо заметного снаружи адаптивного признака. И очень интересно, что самцы соревнуются во время прачного периода, используя этот признак. Просто супер. А рот находится подо всем этим. Сделаем что-то вроде надреза в нижней части носа этого большого овала. Это будет маленький рот. Нарисуем кривую примерно вот так. Выглядит забавно, похоже на животное из воздушных шариков. Это все из-за контров, но скоро оно будет выглядеть интереснее. Теперь, так, надо только сдвинуть изображение немного. Вот так. Оптимизируем использование экрана, ну а в голове держим определенную часть листа бумаги. Здесь мы нарисуем направляющие для шеи. Одна из них пойдет вот отсюда, снизу, вот такая кривая, а другая будет начинаться от верхней части головы. Вот так, сюда. Кривая. Мышцы шеи очень объемные. Если вы посмотрите на собственную шею, то тоже увидите объемные мышцы по бокам и впадины по краям мышц. Здесь мы должны изобразить то же самое. Проведем пунктирную линию, которая подчеркивает мышцы шеи и впадину у их края. Итак, мы присоединяем голову к туловищу животного с помощью шеи. следующее, что мы сделаем, вернемся назад. Я хочу увеличить изображение, будем рисовать рога. Рога это еще одна отличительная особенность сайгака наряду с носом. Прекрасные рога. Особенно у российского сайгака, его рога больше, чем у монгольского. Да, собственно, это два подвида сайгака. Тот, что живет в России, также встречается в Казахстане и Узбекистане и отличается внешне от монгольского подвида. Так, вы были правы насчет рогов. Они крупнее, да и вообще самцы российского сайгака крупнее самцов монгольского. Правда, размеры рогов также зависят от возраста животных. Чем животное старше, тем длиннее его рога. В отличие от некоторых других видов, сайгаки не сбрасывают рога, а живут с одними всю жизнь. Уникально. Правда, прекрасные рога. И за счет такой длины они очень впечатляюще выглядят. Вообще, они, наверное, очень острые, видимо, надо быть осторожным, когда находишься рядом с сайгаком. Итак, я собираюсь нарисовать рога. Конечно, их проще было бы рисовать, если бы мы изображали животное в фаз, или наоборот, строго с одной из сторон, а мы изображаем сайгака не совсем в фаз и не совсем сбоку. Поэтому сначала то, что мы будем делать, покажется странным. Но вы просто повторяйте со мной, и в какой-то момент станет ясно, зачем мы делаем именно так. Итак, начнем с того места, где располагается глазная орбита дальней стороны головы. Рисуем линию наверх, затем сгибаем его так и назад. Представьте себе очень странное, почему мы так сделали? Теперь у нас есть контур сразу двух рогов. И следующее, что мы сделаем, обозначим внутри него их внутренние края. Рога при этом не должны сливаться в один массив, поэтому лишние линии мы потом сотрем. Итак, один рог мы завершим по его внутренней стороне как-то так. Он идет вниз, глазу, расширяясь, вот так. Итак, один рог ближний к нам готов. Другой мы начнем также сверху и он пойдет вот так, также расширяясь к низу. Они не соединяются у своих оснований, но когда животное поверхнуто к нам таким образом, как на рисунке, один немного заходит за другой, и это выглядит как будто они соединяются у основания. Если вы посмотрите на изображение животных заолей, где они развернуты к нам мордой, увидите, что рога отделены друг от друга, а у нас другой угол обзора. Итак, это общая форма рогов. Теперь мы должны показать их орнамент. Это очень просто. Для этого мы нарисуем несколько линий пересекающих рог. Они имеют очень характерную форму, слегка S-образную, немного изолкнутую. Каждая из этих линий будет вершиной довольно толстых рёбер. Итак, мы рисуем линию за линией. Вы видите, как они постепенно меняют ориентацию по мере приближения к вершине рога. Это очень характерный для Сайгак рисунок. При изменении угла обзора он немного меняется. И теперь на другом роге мы видим, что формы линий немного отличаются, так как мы смотрим на внутреннюю сторону рога. Кривые идут вверх и вниз, вверх и вниз вокруг рога. Интересные кривые. Каждая из этих рёбер, каждая из этих линий изображает более крупный объект на самом деле. Если мы хотим изобразить ребро целиком, а мы можем сделать это позже. Я покажу на примере это. Оно скорее будет выглядеть. Пока что оставим всё как есть и не будем забывать про эту штуку наверху связывающую рога. когда мы закончим можете просто стереть это, а пока переходим к следующему этапу рисованию уха. У сайгаков сравнительно небольшие короткие уши по сравнению с другими антилопами. Оля, расскажи пожалуйста, почему у них такие небольшие уши? Дело в том, что уши не играют такой важной роли в адаптации к условиям среды, как скорость передвижения или нос. А уши они никак по-особенному не используют, если говорить об инфляционном процессе, поэтому нет причин как-то развивать их. но если вернемся для примера к рогам, которые близко расположены, то у них есть и другие фишки. Они нужны не только для того, чтобы самки отличались от самцов. Рога есть только у самцов, к сожалению. они являются одной из причин сокращения численности сайгаков. Их используют в традиционной медицине, также они служат символом статуса человека в некоторых традиционных сообществах. Это основные причины, приведшие сайгаков к исчезновению. Неполному, конечно, но вид находится на грани исчезновения. Это очень тревожно. Спасибо, Оля, важно, что вы об этом рассказали. Я не знал, что добыча рогов в сайгах и так популярна, хотя знаю обо многих других видах. Очень жаль, что на сайгаков охотятся. Пусть это и основано на глубоких культурных традициях, но использование рогов в медицине не имеет никаких научных оснований. Об этом необходимо помнить. И было бы здорово донести это до людей. Возможно, это помогло бы им рассмотреть другие способы лечения, не предполагающие истребление сайгаков. Да, конечно. Дело преимущественно в культурных особенностях, обычаях, которые устарели. Сейчас для рогов есть много вариантов замены. Было бы хорошо их признать и сформировать новые традиции. Да, именно так. А мы продолжаем. Вот рога, а вот уши. Как отметила Оля, они не используются для чего-то особенного этими ребятами. с другой стороны, если я не ошибаюсь, по сравнению со многими другими животными, сайгаки живут в довольно холодных климатических условиях большую часть года. А для животных, живущих в условиях холодного климата, характерны маленькие конечности и маленькие укороченные уши. Это эволюционное приспособление, так как через большие уши происходят большие потери тепла. Уменьшение же ушей позволяет сохранить тепло. И у них кажется относительно короткие ноги, например, по сравнению с жирафом. Итак, я нарисовал уже два уха. Вот они, как два лимончика по бокам. Последнее, что мы должны добавить в контурах, прорисовать некоторые особенности морды. Во-первых, характерная особенность этих животных, во-первых, мы должны нарисовать вот такую вспомогательную линию под носом, соединяющую кончик носа и область около рта вот здесь. нос сайгаков напоминает гармошку за счет складок. Пока я их рисую, можно я спрошу? Это насколько подвижен нос? И вот эти линии, которые я нарисовал, здесь находятся подвижные области носа? Да, он действительно довольно подвижный. Вы можете найти запавные фотографии сайгаков, где их голова повернут в одном направлении, а нос в совершенно другом. Это выглядит очень смешно. Он действительно довольно мягкий и подвижный. И эти линии, которые вы изобразили, это по сути особенная ткань, а не жесткие мышцы, которые сокращаются определенным способом. И благодаря этому нос сайгака выглядит так характерно. Очень интересно. Ну так они выглядят еще более милыми, если бы нос был другим. Он даже немного напоминает сфановий хобот или хобот топира. Даже строение черепа похоже. Наверху находится такой большое отверстие, как в черепе слонов или топиров. Когда видишь такой череп, сразу думаешь, ага, тут должен быть большой нос. Это очень интересно. Вот здесь перед ухом обычно бывает несколько складок. А здесь мы видим небольшой желобок. Такой часто бывает в месте перехода кончика носа в более широкую его часть. Иногда можно видеть еще впадинку здесь, под ортом. и вы наверное сможете мне подсказать, что это за темная зона перед глазом. Честно говоря, я не знаю, как это называется на английском, но это просто такая типичная окраска кожи. Сайгаки меняют окраску в течение года. Зимняя и летняя окраска очень отличаются. летом они выглядят как на фото за мной, тогда как зимой они становятся белыми и пушистыми. И эти темные узоры под глазами тоже меняются в зависимости от сезона. Особенно хорошо они заметны в брачный период. У самцов они становятся более темными и заметными. А, интересно, это почти как железа или что-то в этом роде. Не помню, что это точно, помню только как это выглядит. Окей, и кстати, мы должны отметить, что рисуем сайгака с летним окрасом и не очень пушистой шерстью. Можете раскрасить его после того, как нарисуете, как хотите, но вид конкретно этого сайгака с такими контурами и мехом больше характерен для летнего периода. Да, для сайгаков типично сезонное изменение пропорций. Например, зимой их мех становится более пушистым, и они выглядят крупнее. Да, они выглядят особенно удивительно с этим прекрасным зимым мехом. великолепно. Итак, сейчас мы возьмем другой цвет. Сейчас, когда мы нарисовали основные контуры, будет довольно просто прорисовать детали, так, чтобы наше изображение было больше похоже на животное, чем на группу овалов. Для этого нам надо поменять цвет на черный. В моем случае можно стереть эту линию между рогами. можно слегка стереть некоторые линии контур, но лучше сделать это уже после добавления некоторых деталей. Это правда просто. Давайте начнем с кончика носа. Проведем линию по внешнему контуру, не затрагивая внутренних. и пойдем наверх к лбу и отсюда к рогу, здесь остановимся. И теперь я продолжу прорисовывать дальнюю от нас глазницу. поднимаемся к рогу и немного пунктирная линия. вот здесь у нас ухо, обведем его. Что касается рогов, пересекающие их линии ребра, каждая становится чуть толще предыдущего, как я уже отмечал. Будем держать это в уме, прорисовывая контур рогов, и добавим небольшие горбики в районе каждого из ребер, чтобы это показать. Итак, я иду вверх, здесь добавляю горбик, выше, еще горбик, выше, еще горбик, и так проходимся дальше по всему рогу. И по мере продвижения вверх по рогу, горбики становятся все меньше, так как ребра становятся все менее различимыми, и наконец исчезают. Остается только прекрасный изгиб рога. горбик, красиво. На внутренней стороне мы начинаем с небольших горбиков и увеличиваем их по мере продвижения вниз, делаем того же размера, что горбик и на стороне напротив. И я делаю абсолютно то же самое с другим рогом. Рисую горбик каждый раз в месте, где рог пересекает линии контура, имитируя что-то вроде обхватывающих рог колец. Это делает рога очень привлекательными. Рога антилоп и их родственников прекрасны и очень разнообразны. И переходим к другой стороне, также рисуем горбики и ведем эту линию вниз без отрыва. Вот мы и закончили. Теперь у нас есть контуры рогов. Вот такие сложные рога у этих ребят. Здесь, у основания рога, мы можем нарисовать такую пунктирную линию, изобразив мех, границу рога и меха. Теперь за рогом продолжим обводить контур головы к уху. Тут остановимся и обведем ухо. Прямо по линиям наброска придадим ему ту же форму лимона. Вот эти края здесь показывают нам, что открытая сторона уха смотрит вперед. А две линии посередине просто показывают мех внутри уха, в центре внутренней части ушной раковины. А если вы хотите нарисовать мех в передней части и внутренней стороне уха, можете провести вот такие небольшие линии. и на другой части. Можете посмотреть на уши и увидеть похожий рисунок, создаваемый мехом. Это ближняя к нам уха. Немного складок около него. Продолжим контур шеи от верхней части к спине прямо по черновому контуру, который мы нарисовали до этого. Теперь я немного сдвину изображение, чтобы лучше было видно нижнюю часть. Теперь я опять вернусь к морде, к носу. Закончим его круговую часть. Добавим ноздри, как они и были нарисованы. Вы можете их закрасить, так как их внутренняя часть темнее, просто заштрихуем. Теперь эти линии складок, они действительно так заметны. и небольшой желобок под носом. И я перехожу вниз, как круглые части морды внизу, рисую рот. Он выглядит чуть более широким на самом деле. И ниже подбородок. Подбородок идет назад. Забавно, что они немного напоминают акул. Их рот как будто подвешен, подбородок находится дальше носа. Поэтому они ближе к акулам, чем другие антилопы. Да, я просто нарисовал уже так много акул, особенно на подобных мастер-классах, и знаю, о чем говорю. Никогда об этом не думал. Да. Теперь, чтобы присоединить основание подбородка к голове, сгладим этот угол. Он не должен быть слишком острым. И проведем линию назад к линии челюсти, закончим ее пунктирной линией. Линия, соединяющая голову и шею, не должна быть очень заметной. Здесь начинается горло. Продолжаем эту линию точно поверх той, что мы нарисовали ранее. И пунктирной линией обозначаем впадину, подчеркивающую шейные мышцы. Последнее, что мы должны прорисовать – глаза. Посмотрим, как мы изобразили глазницы. Мы не должны повторять эти лавы целиком. Видна их вершина, и вот здесь на нижней стороне мы видим тень. И теперь глаз. Начнем с века. Просто обводим линию века, которую мы уже нарисовали, и далее идем вниз. А верхнюю границу века мы не будем обозначать сплошной линией, так как оно образует складки. и теперь темная пигментация перед глазом. Просто обводим нашу первоначальную линию, похоже на слезу. И если хотите, можете закрасить глаза, он действительно очень темный. Но я хочу добавить небольшой рефлекс – блик, то место, где будет отражаться солнце. Обычно оно бывает где-то около верхней части глаза. Если вы представите, что свет падает спереди, то можно сделать маленький круг вот здесь, остальную часть глаза закрасим черным. Сверкать будет нижняя часть этого кружочка. Века же мы оставим нетронутым. Теперь добавим вот какую деталь. Мы смотрим на животное преимущественно сбоку, но если вы посмотрите на изображение Сайгака, развернутого к нам передом, Саоли, то увидите продольный желоб в середине носа. И мы можем попробовать изобразить его с помощью небольшой пунктирной линии около верхнего края носа, нарисованного нами. Около верхнего края, так как мы смотрим преимущественно сбоку, но желоб остается заметным при таком угле обзора. Окей, теперь если мы сдвинемся... Подождите, я забыл прорисовать поперечные линии на рогах, сейчас обведу их. Это последнее, что необходимо для завершения портрета. После этого нужно пройтись по всему нашему рисунку и стереть большую часть наших красных вспомогательных контур, которые остались под черными линиями, так как они больше не нужны. Стирайте их аккуратно, чтобы не задеть наши финальные черные линии. Или можете оставить их, это тоже нормально. Или можете стереть их, но не до конца. Именно поэтому мы сделали наши итоговые линии черными, чтобы они были более заметными, чем вспомогательные. Я рисую в цифре, поэтому легко могу сделать вспомогательные линии менее яркими, или вообще убрать их, как только захочу. Вот теперь это гораздо больше похоже на сайгака на финальной стадии рисования. И примерно такое изображение у вас и должно получиться после удаления вспомогательных линий. Это портрет животного. Мы уже говорили о том, что их зимний и летний мех отличаются. И одна из деталей, которую хотелось бы показать, вообще эти животные похожи на коз. Но когда мы видим сайгака с зимним мехом, то понимаем, насколько он делает этих животных особенными. Этот мех толстый, особенно на шее и голове, по сравнению с другими частями тела. И когда мы смотрим на сайгака целиком, зимний мех придает ему очень интересный особенный вид. Поэтому я хочу нарисовать левую часть листа, где осталось много места, все животное целиком. Чтобы сделать это, я включаю новый слой здесь и собираюсь изобразить на нем животное целиком. Это работа будет больше, а сейчас у нас же есть представление о том, кого мы собираемся изображать. Итак, начнем. Я опять переключаюсь на красный цвет. В моем случае это не цвет чернил, а цифровой цвет. Мы будем работать в другой части этого же листа. Если вы использовали лист целиком, возьмите другой. Я рисую овальный контур на левой стороне. Он будет представлять собой обдомин, брюхо, ту область, где находится желудок, кишечник и так далее. Это большая круглая часть тела животного. У них очень симпатичный, объемистый тулович. Оля, а как они, точнее характерна ли для них ферментация, как для других жвачных животных? Есть ли у них симбиотические бактерии? Да, должны быть. У них большие камеры в желудке для этих особенных бактерий, которые помогают переваривать целлюлозу. Иначе они не смогли бы получать достаточное количество питательных веществ. Именно поэтому у антилоп и других травоядных такие объемные туловища, потому что им нужно много места. Итак, это будет туловище. Да, отмечу еще один интересный факт. Сайгаки обычно, когда они рожают, рожают несколько детенышей, чаще всего двоих, иногда троих. Поэтому для самок важно иметь некоторый внутренний объем для вынашивания нескольких малышей, которых они рожают каждый год. Да, конечно, это правильное замечание. Для того, чтобы выносить сразу двух детенышей, нужно много места. А сколько у них длится беременность? Семь месяцев. Семь месяцев. Семь месяцев. Вау. То есть они вынашивают детеныша очень долго, а рожают каждый год. И это тоже выгодная черта. Получается, что сайгаки быстро воспроизводятся. Это очень важно в таких случаях, так, например, в 2015 году, когда среди них был большой мор и умерло несколько сотен животных. Восстановилась ли популяция с тех пор? Да, популяция восстанавливается. Сейчас их численность достигла того уровня, который был до мора. Он был действительно очень большим, вымерло 60% от всей моровой популяции сайгаков. Это действительно очень много, особенно если учитывать то, что это произошло за очень короткое время. Но, благодаря способности самок сайгака рожать сразу нескольких телят, численность уже восстановилась. Так радостно это слышать. Очень здорово узнавать о том, как вид, находящийся в критической опасности, возвращается к нормальной численности. Это отличный пример того, для чего нужна способность быстро воспроизводиться. Сейчас я собираюсь добавить следующие части тела. Плечо. Рисуем еще один овал перед тем, что мы уже нарисовали. По сути, это то место, где располагаются плечи. Шея будет находиться там, где мы нарисуем следующий овал, перекрывающийся с двумя другими. Это перекрытие рисовать не обязательно. Мне так проще представлять общую форму животного, поэтому я нарисую здесь пунктирную линию. Итак, это шея. Теперь нарисуем голову. Мы это уже делали, но теперь рисуем ее сбоку. Ведем линию вниз. Здесь, на переднем конце, будет располагаться большой объемный нос, а под ним, чуть сзади, подвешен рот, и челюсть идет вот сюда. И опять рога. С такого ракурса они будут выглядеть несколько иначе. Сейчас животное развернуто к нам боком больше, чем то, что мы рисовали до этого, и рога выглядят так, как будто слеплены вместе. Рисуем опять, как и в прошлый раз, такой забавный искривленный контур сразу для двух рогов. Теперь разделим их, добавив переднюю часть того рога, что ближе к нам. И теперь внутреннюю часть рога, который находится с другой стороны. Рисовать сначала общий контур сразу на два рога удобно, так как так проще правильно показать их взаимное расположение. Дальше будем рисовать ноги. Ноги у них не такие большие. Вот тут будет одна передняя нога. Похоже на ножку стола. В верхней части петер задних ног мышцы массивные. Благодаря ним сайгаки бегают очень и очень быстро. Да, они бегают со скоростью легкового автомобиля, 70 миль в час, то есть 110 км в час. Потрясающе, просто потрясающе. Ноги не такие длинные, а бегают так быстро. Да, им же нужно убегать от хищников, в основном это волки, так что сами понимаете, лучше бежать быстрее. Несомненно. Добавляем нижнюю часть мышц, ведем линию вниз. Все-таки удивительно, как быстро они бегают, так же быстро, как вивороги в Северной Америке или африканские газели, которые эволюционировали вместе с охотящимися на них хищниками, например, гепардами. Например, в некоторых частях Северной Америки водятся гепарды. И вивороги эволюционировали, чтобы развивать скорость, позволяющую от них спастись. Сайгаки тоже приобрели способность развивать такие неимоверно высокие скорости в результате коэволюции с хищниками. Да. И доказательством коэволюции является то, что у нас в Центральной Азии тоже водятся гепарды. О, это интересно. И вправду хорошее доказательство. Вообще интересно, иногда смотришь на животное и думаешь, так похоже на... А потом находишь недостающую часть картинки в историческом прошлом их среды обитания. И понимаешь, что сделало животное таким, какое оно сейчас. Это очень интересно. Я добавил ступню передней ноги с копытом. И проводим небольшую линию наверх от задней поверхности локтя животного. Здесь же располагается локоть. И к задней ноге мы тоже прорисовываем копыта и пятку, которая смотрит назад. Еще у Сайгака есть хвост. Хвост у этих ребят небольшой и пушистый. Посмотрите на пропорции животного, которые мы изобразили. Они такие, так как это Сайгак в зимнем меху. Это заметно, особенно по области шеи и головы. Теперь добавим ухо. Пропорции те же, что на портрете, но оно чуть толще, опять-таки благодаря зимнему меху. И вот здесь небольшая щель, как-то так. Класс. В этот раз я начну не с глазницы, а непосредственно с глаза. Он будет вот здесь, такой небольшой лимончик напротив уха. Сейчас наш Сайгак выглядит странновато, но это потому, что мы еще не нарисовали переднюю часть лба. А глазница вокруг глаза будет выглядеть вот так. Это же довольно крупная кость. И добавим верхнее веко. Теперь рот. И здесь хорошо видно, что он находится под носом, и задвинуть чуть назад относительно него. И вправду интересно выглядит. А сейчас мы добавим линию лба, чтобы оформить массивную носовую часть. И небольшое количество меха на лбу. Теперь видим линию вниз. Можете стереть лишнюю линию, оставшуюся между лбом и носом, когда закончите. Теперь мы обозначим спину, соединив овалы вот такой линии. На передних ногах есть массивные мышцы, которые соединяют их с грудью. Это мышцы, позволяющие двигать ногу вперед и назад относительно туловища. Конечно, мы еще не нарисовали ноги, расположенные на другой стороне тела, но мы не будем их рисовать, чтобы сэкономить время. Представим себе, что они скрыты теми, которые мы нарисовали. И последние вспомогательные контуры, которые мы должны добавить, некоторые линии, обозначающие детали морды. Вот такие небольшие штрихи на носу и линии, пересекающие рога, ребра. Вот так. Представим себе, что этих ребер определенное количество, но оно увеличивается по мере взросления животного. Они нарастают с нижней стороны. Как это происходит? Да, вы абсолютно точно правы насчет рогов. И кажется, то же самое происходит с мехом. Очень интересно. Удивительные животные, уникальные. Итак, наши вспомогательные контуры готовы, теперь будем их объединять, как мы это делали с портретом Сайгака. Я переключаюсь на черный, вы тоже можете взять более темный цвет, либо ручку, если до этого рисовали карандашом. Я опять начну с рогов. Снова прорисовываю небольшие горбики. Наверху рога загибаются немного внутрь, сближаются друг с другом. И плавно вниз. Это ближний к нам рог, поэтому он находится перед дальним к нам. И так как теперь мы рисуем Сайгака преимущественно сбоку, рога немного перекрываются. Теперь другой рог. Кончик немного загнут внутрь и заострен. И далее плавно вниз, и ребра становятся все больше по мере приближения к основанию. Можете добавить небольшую штриховку основания рога. И перейдем к олбу животного. Небольшой меховой хохолок наверху. И лоб спускается к огромному носу. Теперь вы видите, что с такого ракурса не видны ностри. На самом деле это еще раз показывает, какой у Сайгака подвижный гибкий нос. Иногда ностри направлены вниз, как на нашем рисунке. И не видны сбоку, в отличие от портрета, который мы нарисовали до этого. И ведем линию плавно вниз и назад. И я снова отмечу пунктирные линии контур носа, чтобы было видно как массивно камера, вмещающая в себя ностри и отделяющие их от рта. Прорисовываем наверх линию рта. Теперь небольшой подбородок. И ведем назад линию челюсти. Мы не должны прорисовывать ее до самого уха. Глаза будем рисовать прямо по вспомогательным контурам. Века нарисуем снова пунктирной линией и не слишком жирной, и даже несколько прерывистой линией обведем глазницу. Ухо обведем по вспомогательному контуру. И закрашиваем то место на ухе, где мех достигает центра его внутренней части. Теперь переходим к шее, и на этой части мы должны показать какой толстый на самом деле зимний мех у сайгака. Соединим голову с шеей, сделаем контур нижней части шеи там, где находится горло слегка волнистым, чтобы показать длинный мех. Линия не должна быть ни слишком волнистой, ни слишком гладкой. Здесь шея соединяется с грудью, большие грудные мышцы. Теперь возвращаемся наверх и прорисовываем область за рогами. Пойдем линию назад, гладко соединяя наши вспомогательные овалы. Прорисовываем всю спину, и в самом ее конце делаем линию не такой круглой, как на вспомогательном варианте, а чуть более спрепленной. Прорисуем хвост. Ведем линию вниз. Маленький пушистый хвостик. Напоминает хвост козы. Я вырос загородом, и поэтому повидал много коз, и эти ребята напоминают мне коз некоторыми чертами. Да, они действительно похожи на коз, примерно такого же роста, очень похожее строение тела. О, и очень мило, что их малыши, я где-то об этом читал, и у меня есть несколько ссылок в литературные источники, когда они рождаются, то падают на траву и распластываются так, чтобы спрятаться от хищников. И это надо видеть. Они так мнило выглядят в этот момент. Да, они выглядят крайне мило. А хищникам очень трудно их заметить, еще и потому, что окрас детенышей абсолютно сливается с цветом земной подстилки. И другой интересный факт о детенышах сайгака заключается в том, что они могут бежать за взрослыми уже после первых двух дней жизни, и очень быстро. Уж точно быстрее, чем человеческие детеныши. Впечатляюще. Это еще раз показывает высокий уровень приспособленности кочующих видов антилоп к их образу жизни, ведь они могут пробегать огромные расстояния. Да, они покрывают огромные дистанции. Их образ жизни – это постоянное движение от одного места к другому. Это связано с климатическими изменениями, поиском новых пастбищ или рождением малышей. Очень интересно. Некоторые животные обладают поистине уникальной способностью приспосабливаться к изменениям окружающей среды, не впадая в спячку, как другие виды, а перемещаясь в места с более благоприятным климатом. Да, точно. Так много разных способов справляться с климатическими изменениями. Я рисую последнюю линию здесь, на задней стороне задней ноги, и теперь у нас... И я рисую еще нескольких небольших пунктийных линий около шеи, в передней части туловища, чтобы отделить визуально шею от туловища. И кажется, у нас теперь есть все, что нужно на нашем животном. Мы можем закрасить глаз. Давайте также закрасим его черным. И если хотите, можно оставить небольшое белое пятно, чтобы показать рефлекс. О, и я забыл добавить несколько небольших штрихов в виде гармошки. Окей. Думаю, это все. Теперь, если я уменьшу насыщенность этих направляющих линий, или если вы уберете частично наброски форм, которые мы сделали, вот что получится. Итак, я убираю насыщенность линий, и... Вуаля! Перед нами нарисованный сайгак. Причем, в зимнем обличии. Мы можем отметить, что его шея толще относительно другого персонажа нашего рисунка. Он выглядит менее кожистым, жирнее, толще, шерстистее, и это те изменения, что происходят с ним зимой. Так? Да, абсолютно. Выглядит замечательно. И так интересно, что мы рисуем простые линии, простые формы, и вдруг перед нами уже сайгак. А точнее, целых два сайгака. Да, именно так. По сути, это то же самое, что... Я имею в виду, это полезно в процессе обучения, но не только. Художники, профессиональные художники, постоянно проделывают это в уме. Когда мы смотрим на что-то, что хотим нарисовать, мы мысленно разбиваем этот объект на простые формы, и дальше пытаемся собрать их вместе и привести эти простые формы в соответствие с объектом, который рисуем. Это помогает увидеть все животное в его целостности. Полезный навык. Да, сначала, конечно, пугаешься, не знаешь, с чего начать, но оказывается, что все очень просто получается. Это очень просто. Ну, прекрасно. Итак, вот наш сайгак. И теперь вы можете раскрасить свой рисунок, подписать, а вы, кажется, собираетесь попросить участников мастер-класса показать свои работы, я прав? Да, совершенно верно. Собственно, я сама как разокончила рисунок, и сейчас представлю его на ваш суд. Вот и он. О, отлично. Тогда я сейчас перестану расширить свой экран. О, просто потрясающе. Супер. Очень-очень хорошо. Это благодаря отличному объяснению. Как я уже сказала, все было очень просто. Фантастический мастер-класс. Фантастический мастер-класс. Я думаю, для очень многих из нас, из членов нашего сообщества, он был очень полезен. И у нас теперь есть раскраски, и это так здорово, ведь мы можем раскрасить их любыми цветами, а можем оставить в более графическом стиле. Спасибо вам большое. Чудесно. Вам спасибо. Это было весело. Даже очень. Мне кажется, мы приближаемся к максимальной длительности сессии. Наверное, нам надо закончить до того, как софт автоматически нас отключит. Да, мне кажется, у нас еще есть немного времени. Вы не будете против поотвечать на вопросы? Да, конечно, я с удовольствием. Итак, у членов нашего сообщества подготовили вопросы, часть из которых касаются сайгаков, а часть вашей профессии. Для начала, расскажите, пожалуйста, что вам нравится в сайгаках. Во-первых, я просто очень люблю растения и животные за их удивительное разнообразие. Особенно мне нравится все необычно выглядящее, отличное от среднего. Сайгаки мне очень нравятся из-за их носа, благодаря чему они очаровательно выглядят. Мне очень нравятся животные, отличающиеся какими-то необычными формами, например, своды с их хоботами, то, как они могут манипулировать разными предметами с их помощью. А сайгаки выглядят как эдакое слоновье в версии антиопы. В общем, люблю их носы. Не сомневаюсь. А еще расскажите, пожалуйста, откуда вы и есть ли в этих местах животные, находящиеся под угрозой исчезновения? Это хороший вопрос. Я родился в Венгрии, но живу в Канаде. Из природы Венгрии знаком гораздо хуже. В Канаде есть несколько видов, находящихся в опасности. Я живу на западном побережье Канады, в Ванкувере. У нас на западном побережье есть тропические леса, и они находятся в опасности. Многим видам растений и животных они необходимы для выживания. Например, пятнистая сова. Для выживания им необходимы старые деревья, и их истребление приводит к сокращению численности сов. И многие другие виды животных также находятся в опасности. Например, у нас в Ванкувере есть животные наподобие сурков, которых осталось очень немного, особенно в высокогорьях. В какое бы место на планете вы не приехали, там всегда будут виды, испытывающие проблемы с выживанием. Какие-то больше, какие-то меньше. Сайкаки как раз такой пример. Да, и этих видов очень большое разнообразие. Вообще потрясающе, каково биоразнообразие нашей планеты. Да, точно. И некоторые из мест обитания, например, тропические леса или коралловые рифы, особенно разнообразны. Причем находящиеся в опасности виды составляют большую часть. Точно. И это очень сильно отличающиеся от привычных для нашей страны и центральной Азии виды. Такие разные условия обитания. Это удивительно. Да. Возвращаясь к разговору о сайгаках, какая у вас была первая мысль или первое впечатление, когда вы впервые увидели изображение сайгака, если помните? Вау! Как они странно выглядят. Они выглядят очень мило. Мне кажется, впервые я увидел сайгака, изображенного сбоку, с этим его свисающим носом, и подумал, какое необычное животное. Все остальные антилопы выглядят вполне нормально. А эти? Нет, это так удивительно. Пожалуй, так. Еще было удивительно увидеть детенышей сайгака, распластывающихся на траве. Северо-американские вилороги делают то же самое, скрываясь от хищников. Видимо, конвергентная эволюция. Очень интересно это наблюдать. Именно. Но почему вы решили нарисовать сайгака? О, это забавно. Дело в том, что я работаю с большим количеством людей и организаций, занимающихся охраной животных и растений. И я узнал о выставке, посвященной охране дикой природы. На этой выставке я увидел презентацию о сайгаках. Так я узнал об охране сайгаков. И я подумал, о, здорово, вот еще один вид сохранения, которого я хотел бы поучаствовать. Устроив рисовальный мастер-класс, например. И я пытался найти группы людей, с которыми это можно было бы осуществить. И нашел. И это здорово, ведь это еще один способ повысить осведомленность людей о проблемах охраны животных. Здорово было связаться с вами и провести мастер-класс. Фантастика. А я помню, как мы впервые пересеклись с вами онлайн. Через Wild Wild Conservation Network. И вы рассказывали о таких необычных способах привлечения внимания к проблемам охраны природы, как рисование. Вы немного рассказывали об этом вначале, но не могли бы вы еще раз объяснить, как художники, иллюстраторы могут помочь сохранению дикой природы, исчезающих видов? Отличный вопрос. Во-первых, надо понимать, что людям нравится смотреть на картины. Ведь когда вы смотрите новости, там всегда есть картинки. Художники могут использовать свой дар и создавать портреты животных и растений, тех их видов, которые нуждаются в защите. Показывать именно визуально, какие именно виды нуждаются в особой охране. Это помогает вдохновлять людей. Красивые изображения увеличивают эмоциональный отклик, эмпатию к изображаемому объекту. Это очень богущественный инструментарий для таких целей. Также в рассказе о себе вначале я упоминал об аукционах, в которых принимаю участие, чтобы помочь природоохранным организациям. Или помогаю занимающимся охраной природы ученым, участвую в создании образовательных программ для школ, или создаю раскраски, чтобы привлечь внимание детей к определенным видам животных. Так что есть много способов использования рисования для привлечения внимания к охраняемым видам и сбора денежных средств для природоохранных организаций. Здорово, что вы об этом рассказали. Многим людям даже не приходит в голову такой необычный способ использования рисования, искусства. Давайте поговорим о ваших работах. Какой посыл вы стараетесь в них заложить? И есть ли какие-то нюансы, зависящие от аудитории, с которой вы работаете? Я бы сказал, что я очень упрямый оптимист. Я знаю, что в самых разных уголках мира живая природа испытывает множество проблем, но я никогда не перестану надеяться и стараться вдохновить людей на то, чтобы объединиться и решить эти проблемы. Потому что мы это можем. Мы действительно можем. Недавно пандемия показала нам, как многое мы можем изменить, как быстро природа реагирует на эти изменения. Мне очень нравится создавать изображения находящихся в опасности видов животных, чтобы информировать людей об их проблемах, заставлять сопереживать и вдохновлять действовать, что-то делать, чтобы этим животным помочь. Мы всегда должны помнить о том, как важен наш индивидуальный вклад. А вместе мы можем изменить очень многое, даже если мы разделены расстоянием. Да, абсолютно согласна. И особенно пандемия помогла это понять, как мы можем делать что-то вместе и поддерживать друг друга. И мой последний вопрос будет более практическим. Для тех, кто рисовал с нами Сайгака и собирается рисовать кого-то еще, ваши три главные практические советы. Как научиться рисовать дикую природу лучше? О, очень интересный вопрос. Будет интересно попытаться на него ответить. Есть, конечно, множество вещей, но главное, во-первых, стараться рисовать с натуры, если есть возможность. Фотографии – это прекрасно, но если у вас есть возможность рисовать с натурой на природе, только будьте, пожалуйста, осторожны, это может быть опасно, то рисуйте. Или можно пойти в зоопарк. Это помогает по-настоящему увидеть животное, не то что на фото, увидеть его с разных ракурсов. Это во-первых. Во-вторых, как я уже это говорил, и именно поэтому показывал вам, как рисовать с помощью вспомогательных форм. Постарайтесь представлять животное в виде нескольких простых форм, соединенных вместе. Это действительно помогает увидеть, что уши треугольные, туловище, например, цилиндрическое, голова круглая и так далее. Это действительно помогает. Профессиональные художники тоже так делают, особенно если речь идет о новых формах, которые мы не рисовали до этого. И еще, побольше читайте научной информации об объектах, которые хотите нарисовать. Не опирайтесь только на рисунки других художников. Смотрите на исходный научный материал. Это особенно важно для художников, занимающихся реконструкцией доисторических ландшафтов. Мы не можем их увидеть, и поэтому должны полностью опираться на труды ученых, в которых находили кости, думали, как они соединялись, представляли, как могли выглядеть мягкие ткани. Мы должны уметь интерпретировать эти данные и визуализировать их. После того, как посмотрите это видео, старайтесь общаться с учеными, они счастливы делиться информацией, взаимодействуйте с общественными организациями, такими как, например, Альянс по сохранению Сайгака, для того, чтобы участвовать в охране животных, помогать распространять информацию о них, узнавать об их истории, поведении, а не только знать, как они выглядят. Очень интересно рисовать животных, которые интересно себя ведут в естественной среде. Когда вы, например, описываете стада из сотен тысяч животных, перемещающихся одновременно, это очень вдохновляет, например, нарисовать их как-то по-новому. Мне нравится придумывать, как рисовать животных, которых уже многие рисовали. Водки, несколько советов, которые могут быть полезны. И еще, не расстраивайтесь, если не будет получаться. Сначала будет получаться плохо, но будьте терпеливыми и получайте удовольствие от процесса. Это главное. Не сдавайтесь. Да, будет много работы, но вы не сдавайтесь. И получайте удовольствие. Отличные советы. Джулиус, огромное спасибо. Я очень рада, что вы затронули вопрос о чтении научной литературы, ведь у вас такой богатый научный фундамент, и он дает очень много преимуществ. Вообще, мне кажется, чем больше разных направлений в вашей жизни, тем лучше вы сможете рисовать. Спасибо большое за то, что присоединились к нашему мастер-классу. Это было удивительно. Позже мы выложим получившиеся раскраски и информацию о Джулиусе вы можете найти в описании к видео. Еще раз спасибо за этот мастер-класс. Мне не терпится поделиться им со всеми. На здоровье, это было здорово. И было здорово поговорить о Сайгаках. Надеюсь, всем понравится, и хотелось бы увидеть получившиеся рисунки. Мы выложим их онлайн, сделаем такую композицию. Выставку. Онлайн-выставку. Виртуальная галлера, да. Очень круто. Спасибо большое, Оля. Спасибо большое, Каролина. Я получил большое удовольствие. Екатерина. Эй. Продолжение следует...